Убил и бросил в реку. Жители поселка Январцево, что в районе Бытирек, накануне обнаружили тело с признаками насильственной смерти. В погибшем опознали 34-летнего Михаила Крайнова, который ранее считался пропавшим без вести. Все подробности трагедии в нашем следующем материале. На живописных берегах Урала, в поселке Январцево, жители нашли страшную находку. Это мужчины с признаками насильственной смерти. То есть его убили и выбросили в Урал. Обстоятельства дела по понятным причинам нам пока не раскрываются, но кое-что нам удалось выяснить. Сначала по фактам. Михаил Крайнов пропал 23 ноября. Родственники искали его несколько дней, но их действия не увенчались успехом. Спустя 4 дня они обратились за помощью в полицию. 30 ноября на берегу реки Урал, рядом все с тем же Январцево, местные жители нашли тело. Об ужасающей находке сообщили полицейским и те по горячим следам отыскали подозреваемого и отправили в изолятор. Накануне пропажи теперь уже убитого Михаила видели в компании нескольких человек. Тем не менее подозреваемым по делу проходит лишь один. Невольный вопрос, почему? Особенно данный факт идет вразряд с утверждением родственников почившего о том, что с Михаилом, учитывая его физические данные, не могли справиться в одиночку. Убийство непосредственно совершил один человек, но есть люди, которые с ним рядом, с ними находились, это наши свидетели. По их действиям будет дана юридическая оценка по факту недонесения о совершении особо тяжких преступлений и возможно укрывательства. Они не проходят как совместное преступление? Нет, они как совместное не проходят. Проходит гражданин С. Вопросов по смерти Михаила Крайнова все еще остается много. К примеру, одна из загадок, как убили мужчину. С одной стороны, есть орудие убийства, это некий, как говорят полицейские, металлический предмет. С другой стороны, на теле есть следы удушения. По словам стражей порядка, окончательный ответ на вопрос будет найден после результатов судмедэкспертизы. Все, что известно сейчас, так это то, что вряд ли подозреваемый в ближайшее время выйдет на свободу. Решается вопрос о применении в отношении подозреваемого, имеют причине содержания под стражей. Все обстоятельства по делу на связи установлены. Значит, бытовые причины была ссора между ранее знакомыми потерпевшими и подозреваемыми. Установлены очевидцы, свидетели, которые все подтверждали у нас. Еще один важный момент, который касается уже непосредственной работы полиции. Оказывается, когда пропадает человек, даже если он паинька и всегда предупреждает о том, что задерживается, его все равно ищут как пропавшего без вести, а не как убитого. Такой алгоритм стражи порядка выработали потому, что слишком часто люди просто покидают свои дома, а потом возвращаются. Алексей Кочемасов, Талгат Мурадбаев, Алтенбек Кабделов, телеканал ИГЖАИК.